От чего пал Сатана? Престол вознесу высший небес. Весарь. Вы на Краснодарское любимое место было. Как высоко ты вознесся Деница Сын Зарис. Угодить никому невозможно. А если бы мы людям угождали, то не были бы арабами крестовыми. Людям не надо. Ну вот, слава Богу, только Новый Завет, если всем раздавать, надо, чтобы училище по православному. Если вам нужны, вот у нас сейчас с собой материал такой, Евангелие Айянна и послание к римлянам. Толкование? Нет, чистое, не бестолкование. А, чтобы давать? Давать людям. Вот мы до этого, в прошлом году, мы проехали 240 городов и сел. Начиная с Москвы до Владивостока. Может там они нужнее? Мы пораздавали. Но вы имеете в виду, что мы в данный момент имеем это дать. Да тем, может, люди в жизни не видят. У нас тут просто раздавали, мы даже раздавали, Новый Завет. Мы такие красные нам доставались. Какой-то благодетель, знаете, на всю церковь. Красные Новые Заветы, толстые, мягкие перекрыты. Помнишь, всем раздавали бесплатно. Потом батюшки стали их продавать. Хотя он говорил, жертвовал епархиям, на всей епархии жертвовал, чтобы раздавали, не продавали. Батюшки начали продавать. Раздавали баптисты. Раза четыре по всему городу. Пятидесятники. Исход раздавал. Ивангелетана исход тоже в прошлом году пораздал. То есть весь город насыщен. У каждого хоть где-то в углу пыльный лежит Новый Завет. Вот проповедникам нет, нужен метод проповеди. А вот вы, наверное, куда едете? Потому что я иногда общаюсь с харизматами. А вы сейчас с ребятами вашим приходил вам, Павел Николаевич? А кто приходил? Да здесь знакомые, друзья. Не православные, да? Да, они православные, но такие. А, маловерно. Тепло-хладные. В общем, что, Господи помилуй, харизматов, слово жизни какое-то светское. Ульфетман там. Они были в севере где-то. Мы там были, спросили. Ну, у вас есть там батюшки? Есть? Нет. Ну, баптисты, пятидесятники, нету. Ну, какие-нибудь сектанты, какая-нибудь вера. Ничего. Библия? Ничего нету. То есть лучше вам вести тем, у кого это даже ничего нету. У нас город насыщают, вбрасывают регулярно какие-то. А сейчас некоторые, вот один обратился, бывший пастор пятидесятнический, его община как бы не выдержал, он грубо с ними поступал. Он один остался, стал к нам в храм ходить. Ну, Олег Синяев с ним побеседовал, когда у нас тут был один раз. И сказал, не надо им чина, присоединение не надо. Не знаю почему. Ну, что ты вот так под это, что вот они сидят, миссия. Отец, смотри, вот Христофорыч говорит, что он православный, истинно, ему все, чин присоединения не надо. И Олег Синяев, батюшка, сказал, да, не надо им чина, присоединение. А все-таки, может, надо, да? Ну, тут я конкретно слушать, подробности не знаю, но отец Олег Синяев беседует лучше всех. Он приводит точные места писания. Я говорю, потому что я пятьдесят лет миссионер, и поэтому у меня стаж такой громадный просто. И когда его, у меня многие выступления вот здесь, у него лучше, чем, говорю, Босиков, даже сравнивать не приходится. Лучше Кураева, у него точнее все это идет. Ну, вот как беседала беседа по храму, прогулка по храму Данила Сысоя, тут я не согласен. Почему? Потому что не это главное. Я вот сидя в священнике, я их спрашиваю, скажите, батюшка, вы сами себя думаете, вы православный? А какой же я? Крест вот на мне. Ну, тогда скажи, что самое ценное в православии? Чего нет у других? Истинное познание Бога. Анастасия Синаид, преподобная. Я говорю, ну, скажите, сидя в священнике, бывает, и песня, и беседу, и беседу, и беседу. А они не могут сказать. Я говорю, вы не можете своим людям сказать, за что главное нам уцепиться, держаться, и на чем всех сектантов можем побороть. Ну, у меня приходят, я знаю, когда беседуете, в какой момент, какое местописание, на место, закрытили. На них, когда начиналось здесь, было, один раз выступал я, в общем, 450 бописцев, все встали и сказали, мы готовы сегодня прийти в православие. Это Бог делает, человеку это невозможно. Я говорю, самое ценное, что у нас есть, чего ни одного сектанта нет, это рукоположенное пастырство, священство. Как вы должны, берешь себя. Вот, самое главное. И второе, то, что у нас есть Вселенские соборы, толкование святых отцов. Все, все остальное, сектанты нас превышают, у них выше. Никакие иконы не навязывайте, забудьте о мощах. Вы дайте им понятие о церкви, у них никакого понятия нет о церкви. И когда это им даешь, они сразу останавливаются здесь, иммунную. Но это надо, согласно Слову Божию, доказать. Вот это тысячелетнее царство, хелязнь, говорите. Мы как-то в Новосибирске беседовали, вот там баптисты зарегистрированные были. Ну, они любят, чтобы никаких бумажек не было, никаких там святых отцов, только по Библии. Мы соглашаемся. И вот они по Библии начинают, а ну, приводят 8 мест Писания. Я как сейчас помню, я привел им 72 места, цитирую на память. Я просто знаю Библию на разных языках. Для них это было, конечно, откровением. И которые приняли, бывает так, прям тут же сразу от них отходят. Старший пресвитер один пришел. Это у них роль епископа, священник. Все стали православными священниками. Тысячелетное царство идет или нет? А оно не будет, оно идет. Оно началось на Голгофе. А оно на Голгофе началось. Тысячелет, полнота времен. Да. Вот, это время евангельской проповеди. Вот Христос на кресте умирает. Там коронный стих, это Евреям 2.14. Как дети причастны плоти и крови, ты он воспринял оное, дабы смертью своей лишить силы. Имеющую державу смерти, то есть делала. И он решил на кресте. Я вас прошу, скажите, Христос настоящий был? Ну да. А миссия его была выполнена? Да. Евангелие, я скажу, в первом послании Иоанна 3.8 говорит, для того появился Сын Божий, чтобы разрушить дьявол. Разрушил или нет? А где? Когда был связан? Да, когда был связан? Лишить силы, имеющую державу смерти. Мы дальше его вводим. Матфея 19 главу. Так, для того, что нельзя расхитить, пока прежде сильно не свяжут его. Так связан или нет? Был при исподних местах? Связан. А как же нас учат? Никакого тысячелетия. За три с половиной года кончается время Иоаннгельской проповеди и всеобщее воскресенье. А не так, что за тысячелет праздники воскреснут. Они счастливые лежат. А Господь говорит, наоборот, свяжите. И говорят, сначала плевелы, а потом пшеницу старцы. То есть, кверх ногами. И для них это... Ну, они любят Слово Божие. И когда заканчивается, иной раз бывает до утра, как отец Геннадий, этот паст. Так что же, получается, за три с половиной года до окончания проповеди Евангелия или после окончания проповеди Евангелия? Нет. Вот Христос... Ну, я показываю, это прямая черта. Вот это вот Голгофа. Христос здесь воскрес. Ну, это одновременное событие вознесся. Вот здесь склон сатана. И вот это вот вознесение церкви. Здесь воскресение мертвых. Здесь страшный суд, здесь кончина времени, часы остановились. Но за три с половиной года время антихриста. Это конец евангельской проповеди. Тысячелетнее царство. Оно закончится за три с половиной года. Вот и все. Больше ничего нету. Прямая линия, никаких десять воскресеньев. Вот оно где. А потом, после трех с половиной лет, всеобщее воскресенье. Все, всеобщее воскресенье. Одновременно. А почему? Ну, очень просто. Говорит, привел и пшеница, оставьте, а расте и до жата, жата, киры, кончина, века. Вы знаете, вот эта вот неискренность. Вот я, допустим, встречаюсь где-то, ну, в Благовещенске. Батюшка, говорю, батюшка, вот мы только ехали, приехали. Состояние церкви ужасное. Просто ужасное. Духовная развалина. Да вы что? Столько храмов, монастырвей. Я говорю, духовная развалина. Развалина это освет, это хиросима. Да не может быть. Я говорю, церковные хроники, говорит патриарх, святейший Кирилл. Кирилл, да после поездки, наверное, вот так. Ну, тогда, наверное, так и есть. Я ему говорю, он ноль не маня, а спорит. Но когда сказал, что вот патриарх, тогда так и есть. Это не годится. Это в Библии написано. Заговорил богатый, произнесли до облаков. Заговорил бедный, его еще откроют. Да кто такой ты? У меня нет образования, у меня никакого образования нет. У меня 50 лет я просидел за священным писанием с этими отцами. У меня вообще нет образования, я строитель. Но я 50 лет ежедневно, в день и ночь занимаю, Слава Божия. Слава Тебя, Господи. Вот как. А мне в семинаре один батюшка говорил, у нас как? Ну, если патриарх скажет на собрании, епископы скажут, так точно. И нам благочинным раз, и все. Меня спрашивают, а для чего они учатся в семинаре? Я знаю ответы. Для того, чтобы уметь защищать, оправдывать любое беззаконие. Больше ни для чего. Ну, не сказать. Может, я не все время учился. Любое, притом любое. И тебе безбородово оправдают. Что угодно. Что угодно притом. А твое знание должно служить только для того, чтобы люди быстрее находили Христа. Свою Христу людей водить. Вот у нас знакомый общий есть, его брат, отец Иоанн. И он с моим братом большие друзья, не раздущие, присты с лишними дружат. И вот они стоят на площади, письменности, там, Кирилл и Мефодий, и патриарх Алексей говорит слово. А он друг друга столкает и говорит, двадцатая минута уже говорит, говорит, а слово Христос мне разу не произнес. Так не зря же Игнатий так говорит. Слово Христос нету. Ну, знаете, Севолод Щапин. И вот о нем пишут. Корреспондентка говорит, не я, корреспондентку не знаю. Она говорит, слово Бог произнес трижды. Там, двадцать минут. Христос ни разу. Он чужд для них, они его не знают. Ты открой послание к Колоссянам. В одном предложении восемь раз слово Христос. Предложение. Ищите горню, где Христос сидит на десную Бога. Да, вы воскресли свое Христос. Для меня жизнь, Христос и смерть, приобретение. В латышском языке, говорит, на вене сауглюс. Смерть несет плоды. А не то, что все отнимает, наоборот. Нам нужно учиться правильно болеть и правильно умирать. За Господа Иисуса Христа умирать. Вот как Иосиф Васильевна говорит, умри, завтра будешь со Христом. Мы тебя поем. Готовься к встрече со Христом. А по теракту Кирилл говорит, я посылаю монаха. Я говорю, монаха, на север там, а на дырь куда. Он говорит, там кислорода не хватает. Он говорит, какой тебе кислород, ты монах. Понимаешь, а сектанты не так. Вот у нас Сало, Роман. Католический, Ксенс. Вот мы пойдем, престарелый дом где-то, он везде один. У нас священников, в Барнауле, допустим, 25, он один делает больше. Ну вот пришло указание, его отправляют в Канаду. И он уже знает язык, учат дальше, его направляют. У него образование, вам никогда не достичь это. Какое высокое образование. Я с ним познакомился, когда ближе, то... Да вот они католики не такие, ты доброе возьми везде. Ты вот посмотри, сколько доброго у баптистов. Нам хвалились это нечто. Но у них нет самого главного, они не церковь. Церковь нет. Они не проситива не могут. Они не понимают, церковь 2-3 человека. Может церковь епископами, диаконами, учителями. Так главное, где двое или трое собрались, там Христос, я говорю, так не написано. А как не написано? Я говорю, собраны. А собрались, это собрались и на троих соображают на вокзале. Собраны, то есть Духом Святым. Мы как во имя Иисуса Христа. Вы два условия описали. Пишут, кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Когда мы общаемся. Да, а впереди два условия, чтобы это было. Первое, если ходим во свете, как Он во свете. Второе, имеем общение друг с другом. Тогда кровь Иисуса Христа ощущают. А вы не имеете общения ни со Златоустом, ни с церковью. Мы им говорим, где? Ну, одних поставил. Апостолами, пророками, в третьих учителях. Они называют апостолов, правильно. Пророков опять апостолов. Учителя опять апостолов. Я говорю, а где же учителя? Или своих, там, Венихина называют. Да. Мы должны увидеть хорошее и им показать. И показать, что это хорошее тебя привело ко Христу, но в церковь не приводит. Вот это сложно с ними. Они же говорят, ну мы-то как Христов, мы же Иисуса Христа. Они только не крестят. Одна степень должна быть. Они хотят увидеть, чем мы дышим. Это Алекс Синяев, как курочкой у кого сел, одного там сектанта. Тот опоздал маленько, попозже-то. Ну и на втором этаже лег. А я, говорит, думаю, я и так такой. Вот, видишь, какой. Необъемный, ты говоришь. А я ему говорю, у меня там курочка зажаренная. Ты иди поешь сектанту-то. И он спустился, поел. А в утро стал православным. И говорит, меня обратили не твои слова, а то, что курочку ты мне отдал. И вот так это тронуло, и он пресс-фитер по-птиски какой-то. Дело не в курочке, дело в самом отношении. Если бы толкование вот такое, найти как-то вот. Еще, батюшка, если я вам подарю трехтомник, примешь? Приму. Так, ребята, зайдите сразу, зайдите там, которые распечатаны или маленькие. Трехтомник, найдите. Это распечатаны, любой. Первый, второй, третий том. Подарил я-то патриарху Кириллу. Трехтомник. Путину, Медведеву. Из 125 вещей. Мы в прошлом году проехали, подарили только моей книге на 3 миллиона 150 тысяч. Я же сам набор делал, сам версткой занимался. За 9 лет больше 30 тысяч часов провел закоплитель. Это все позади. Вот у нас сейчас замысел такой. Да, устремляюсь в преднее, заднее забываю. Если ваше сердце расположено будет, то 10 числа мы должны пересечь границу. В Румынии. Пройти шенгенскую зону всю, все государства, да, Португалию. Пройти, если Господь позволит, в Англии. Пройти в Скандинавию, переплыть Прибалтику, опуститься сюда, в шахту. Всем храму. Завтра у нас молебен Владимирской кони, аграрный район, люди не хотят литургии. Певчие говорят, нам сил нет петь. В четверг молебен помолимся. И потом мы думаем пройти Южную Республику, Азербайджану, Армению, Грузию. Пройти через Абхазию, Чечню. Это все в наши планы входит. И примерно 110 городов и сел. Вот их. Это мы дарим какие-то библиотеки везде, и как новые люди приходят в интернете, все сектанты. Там один веньякон был, православный, я, говорит, уже ушел. Но попал в ваш тур, я мгновенно вернулся, говорит. Что со мной, говорит, сделалось? Игнат Тихонович, вопрос задает, откуда у нас книги? Откуда у нас книги? У вас же мало людей. Да, батюшка задает вопрос, расскажите, как Господь чудо делает. Нет, мы едем. У нас машина, специально приобретенная машина. Ага, вот, слава Богу, Господи, помоги. Вот эта машина, мы на ней едем. Господи, святой Христе, святой Христе. Это освященная машина. У нас нынешний был этот, который сейчас, и епископа Максима, в другое место. И он был выезжать, за неделю он у нас был. Мы деревню православную строим. Я начальник детского лагеря, 40 лет, образователь. И с детьми, вот вы говорите. Ну, я сейчас смотрел, как ребенок своровал, допустим, салудойного коня. И в серединочье я его разбудил, теперь коня ему унесли в сарай. А утром мы купили новую, и отправили, где своровал, и вырос настоящий человек. Я с каждым должен работать с ребенком. 40 лет, и никто из нас, ни рубля, в государстве не получил. Тысячи детей подняты. Я 17 лет только, ну, я знаю, заключенных, сотрудничают с тюрьмой. Только в одном университете 17 лет преподают. Это все бесплатно. Все. Новые люди, студенты, кто приходят там, сотрудники КГБ. Мы должны отдать все. И увидим тогда, когда люди соприкоснутся с настоящим православием. Это широта, это целомудрие. А не так, чтобы подловить, нажать, как сельянство, пойти нажал. Вот мы приезжаем, где проповедуем, мы идем из дома в дом, даем Евангелие. Везде у нас хорошо, там, где нет черты. Если есть попом, наверное, объявляют войну. Вызывают милицию. Милицию. У нас все это заснято, и мы это дали епископу, патриарху. И что делать? А это свидетели Иеговы. А значит, к ним плохо власть относится. А тут корреспонденты, они сразу в краевой отдел истинств. И говорят, нет, это православная община, христовозвиженская. И поп сел, выходит газета и пишет, кто же оставил священников с секретарями по идеологии КПСС. Кого пускать? Мы договорились с клубом, там собираем людей. А он не пускает, а почему? Он прихожанин. Ну, он теперь на проповую лжет. Потом, если священник поднялся, мы говорим, кто он такой? Да он запрещенный за это дело. А тут он ожил. И все вызывают милицию. Вот мы проходим, Карабейников, мы же слышали? Карабейниковская икона, это крестный ход на Алтае всегда к ней и идут. Карабейниковская. На тысячу человек шесть человек в храм. Мы Библию не могилей. А мы обошли все село. И 450 новых за это только раздали. Священников пришли, батюшка, которые люди нам собрали, с ними занимались. Уходите отсюда, вы подписаны. И все мы это засняли. А перед этим только отец каким-то был, вместе молились. Они греха не боятся совершенно. И вот приходят к нам священник. Он сидит. Сидит за определенное дело. Там своровал. У патриархии это его посадили. А я теперь работаю с заключенным. Я ему несу туда. Даю. И он освободился. Теперь, отец Владимир. Вы говорили, мы не признаем Божью Матерь. Говорили? Да, говорил. А вы знали, что икона у нас есть? Конечно. А зачем? Говорил, чтобы по вам не ходили. То есть они бессовестные совершенно, папы. Бывают. О, абсолютно. Он знает, что у нас иконы, Божья Матерь. Да другие, которые пришли, да как-то не ради вас повесили иконы. То есть вообще. Спасибо, Господи. Вот чем бы нам одариться. Я с Алексеем туда подарок оба передам. Полный, но молитвенный вам память, то, что у Патриарха посланный. Это с откровением, полное толкование по Святым Отцам. С откровением. Это впервые за 2000 лет вышло это. Слава Богу. Полность. Блаженов для Пилакта и 297 моих комментариев. Вот с комментариями. Они другим шлифтам, где он говорит о необходимости любить Библию и проповеди. Именно эти места я расширяюсь за счет других святых отцов. Там что Ян Кронштадский сказал, что Серафим Саровский. Это Говоров, этот Феофан Затворник. Ну и сегодняшнее положение. Мне был, Господь давал опыт ездить по общинам, в репцентрам, которые без своего священства, ну в кавычках, священства харизматического. Знаете, что сейчас репцентры. А есть преображение. Потом преображение России. Сейчас их фессоры накрыли. Они там кто берет надежды, кто как. А я к ним ездил и по Библии как мог. И некоторые начинали ходить в собор к нам, присоединялись, причащались. Некоторые натянута. И вот помню, что толкование, конечно, тяжело мы с ними читали. Единственное, помню, что когда начинали мы с ними сильно, слава Божьей, меня прямо оно радовало. Ну, я домой приду, Масочка говорит. Ты, короче, как септанта, это Библию день и ночь читаешь уже. Вот, знаешь, батюшка, что здесь? Я эти места, которые, феофилактовы слова, которые говорят о пропаде. Я их увеличиваю, я сам верстаю, делаю жирным. А вот, допустим, видите, Эл, это вот от двумя чертышками. Игнати лапки. Да, подчеркнутое, и все. Вот это вот, это комментарий. То есть на сегодняшний день я усилию. Ну, феофилакт говорит, надо проповедовать, надо идти, надо нести. И все эти места я выделил во всем толковании. Не добавляя ни одного слова. И когда батюшкам показываешь, да у него этого нет, открывает правду есть, патриархия недавно выпустила. Да как мы этого не видим? Ну, читайте, какие места выделены. Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать. Все? Батюшка, обязан проповедовать. Теперь, что дальше? Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено, должен проповедовать, совершать чудеса. В таком случае проповедь подвержается чудесами, чудеса проповедь. Я просто убедишил эти слова, сделал жирным, чтобы... Но, обрати внимание, Бог послал. А теперь я делаю маленький комментарий. Удобно? Он вас сразу заговорил, о чём мы не про война. 19 правило 6-го селеныского слова. Мы иногда вешали это в алтаре. У нас батюшки возмущались в соборе. Уберите 19 правило, что нужно уберить. Уберите. Какarti? Просвитеры и представители церкви должны по все дни на и паче же во дни воскресные получать весь клирный народ славит сам благочестие, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины. Это собор. Вселенский собор я привожу. Какая моя вина-то? Правила церкви есть, епископские правила, и 6-го Вселенского собора, что надо проповедовать. Нам на гамилетике учили. Молодец, батюшка, вот это он нас выучил. Может, у него там свои учеты он оправдывает беззаконно, но вот это он нас выучил. Я вам небольшую статистику скажу. Спасибо, Господи. Послушайте. 7 Вселенских, 9 поместных соборов, действующее правило 719. Из них 413 ежедневно нарушаются. 57 процентов. Умышленно, цереноправленно. С морозой тоже правило? А? Чтобы не постригать бороду. Тоже, все правила. Я все до одного. Все соборы, я 3 года над ними работал, над соборами. И теперь, когда я это выстроил, они так ахнули. Они даже сказать, они безбожники или не православные. Как православные, когда в святую соборную церковь ты не веришь. Да это когда-то соборы были. Написано трубы Духа Святого. 6 Вселенских соборов, второе правило. Да как же тебя учили, что ты не веришь соборам православным? А на чем тогда снова скажут? 6 Вселенский собор, 630 епископов, а кто ты такой? 630 епископов единодушно говорили, что необходимо проповедовать. Ну, и кто из нас тогда прав будет? Я не ищу свои правоты. Я просто цитирую каноны, жития святых. Допустим, я студентам отвечаю. В течение месяца я буду отвечать на вопросы о житии святых. И на каждый вопрос я делаю выдержки о житии святых. Я симфонию составил. Дмитрия Ростовского, жития вообще святых. Да, Дмитрия Ростовского. Я их насчитал, они насчитаны. И составил на них симфонию. Вы не видели такую симфонию? Не могу точно сказать. Я сейчас вам принесу, подождите. Витя, это сходи. А у нас вы не являете вас? Я не найду. Да нет, я сейчас скажу. Нет, ну тут есть на сайте у вас. Нет, она на сайте есть, а книгу вам дам. И все. Просто вот. Спасибо.